Следуя законам жанра, самое интересное и необычное мы прибережем сегодня для вас на конец выпуска. И в конце этого выпуска мы дадим репортаж, который снимали сегодня с площадки голодовки пайщиков ЖСК Дуслык-Строй. У них там происходят некоторые события, на мой взгляд, достаточно неожиданные, так что досмотрите сегодняшний выпуск до конца. Ради Фаритович начал оперативку, как обычно, с организационных вопросов и гениальных идей. Из числа организационных вопросов мы узнали о том, что Дмитрий Дудко, строитель ковидных госпиталей, теперь назначен специальным представителем республики Башкортостан по восстановлению инструктуры ДНР-ЛНР на общественных началах. Ну, вот страннее, конечно, идеи не придумаешь, но тем не менее, уж как есть. Складывается ощущение, что республика Башкортостан продолжает наращивать свою собственную инфраструктуру внутри вот этих вот непонятных сепаратистских территорий под названием ДНР-ЛНР. Насколько это этично, законно, правильно, наверное, судить будем попозже. Но вот на данный момент туда отправлен талантливый строитель ковидных госпиталей, тот самый Дмитрий Дудко. Фигура, прямо скажем, неоднозначная. Мы знаем, что он отметился в весьма странной истории с онкологическим центром, с многими другими стройками. Отметился, прямо скажем, не самым замечательным образом. Ну, вот такого человека выбрал Радио Фаритович. Мы знаем, что кадровая политика у Хабирова построена в основном на принципе. Чем сильнее человек измазан, запачкан и скомпрометирован, тем больше он подходит самому Радио Фаритовичу. Видимо, как говорится, по себе меряет людей. Далее Хабиров анонсировал инициативу по запрету добычи рассыпного золота в ряде районов и муниципалитетов Республики Башкортостан. Объяснил он это путанно тем, что комиссия во главе с Бардановым, значит, там, плодотворно поработала на ниве аннулирования и изъятия всевозможных лицензий на добычу полезных ископаемых. И уже вот более 50 лицензий поотбирал Барданов у разных предприятий. И теперь, значит, вот Хабиров склоняется к тому, чтобы выйти с инициативой там в федеральные органы власти и чуть ли не в Государственную Думу, где примут решение о запрете добычи рассыпного золота в ряде районов Республики Башкортостан. Ну, с одной стороны, на фоне той конъюнктуры, которая сложилась в мире, на фоне того, что в мире практически сейчас невозможно продать российское золото, это, конечно, правильно, что в пустую землю ковырять. С другой стороны, золото и золото, налоги какие-никакие шли, занятость какая-никакая была, ну, значит, вот Радифоридович решил эту золотую курицу подрезать. Тоже весьма неоднозначная инициатива, будем смотреть и оценивать, чем это все закончится, но что-то мне подсказывает, что ничем хорошим не закончится, потому что любые экономические начинания Хабирова, человека далекого от экономики и далекого от понимания вот этого всего, по сути, все эти начинания заканчиваются печально, плохо или негативно. Завершая свое вступление, Хабиров поговорил о делах городских, он рассказал о том, что он лично проинспектировал объездную дорогу в Кузнецовском Затоне, попросил не перекрывать с понедельника движение, но перекрыть уже со вторника, охарактеризовал он эту дорогу как очень приличную, хорошую, удобную, широкую, там, значит, и так далее, и так далее. Я имею в виду объездную дорогу. Ну, странно, конечно, было слышать, что объезд удобнее непосредственно самой дороги, но ладно. Хабиров характеризовал эту ситуацию так. Проект этот вымученный, важный, и нужно постараться не доставить людям беспокойства. Ну, тут я, конечно, сомневаюсь, и в том смысле, что беспокойство, безусловно, будет. Посмотрим, насколько это будет непроходимая дорога, имеется в виду объездная, или насколько долго мы будем терять время в этом объезде. С другой стороны, совершенно очевидно, что Кузнецовский Затон нужно реконструировать, и дорогу там действительно нужно перестраивать, расширять. Уже это стало большой магистралью, там много живет людей на той стороне реки, нужно туда хорошую дорогу делать, согласен. Ну, в общем, Хабиров беспокоится. Ну, мы же знаем, что вот этот наш юный мэр Мавлеев уже распсиховался на эту тему и повелел двоим чиновникам мэрии, как минимум двоим, переехать в палатки и жить в этом Кузнецовском Затоне. Видимо, считаю, что это как раз и поможет вовремя и качественно произвести работы по реконструкции этой дороги. Опуская доклад заместителя министра здравоохранения о том, что в ковидной части у нас все пока спокойно и почти неизменно, переходим сразу же к докладу о ситуации в ЖКХ на дорогах и чрезвычайных ситуациях. Алан Викторович Морзаев в этот раз был чрезвычайно уклончив, сообщив нам о статистике аварийных отключений, которая, конечно, такая достаточно пугающая статистика, но она стабильно растущая. 7 аварийных отключений свыше 8 часов, 30 отключений чуть меньше 8 часов и 43 плановых отключения по республике Башкортостан. Также Алан Викторович констатировал активный покос травы и кронирование деревьев. Ни словом он не обмолвился о своем достижении по поводу 100% отремонтированности дворовых территорий и ямочного ремонта в межквартальных проездах. Однако мы, замещая Алана Викторовича, ведем работу по исследованию этого вопроса. Я говорю об опросе, который мы разместили на телеграм-канале «Открытая политика». Кстати говоря, подсоединяйтесь, присоединяйтесь и подписывайтесь к этому телеграм-каналу, он действительно очень интересный получается. Так вот, на прошлой неделе, в прошлую субботу мы разместили этот опрос. Звучал он следующим образом. Проходил ли этим летом в вашем дворе ямочный ремонт проездов? Откликнусь, представители 667 дворов по республике Башкортостан. Это достаточно много, это больше 10% дворов. Так вот, 78% никакого ямочного ремонта у себя во дворах не видели. 13% из опрошенных видели ямочный ремонт, и вот, Алан Викторович, примерно 13% дворов вы сделали. Но у 9% надо справедливости ради это констатировать, у 9% вообще нет претензий к асфальтовому покрытию в их дворах. То есть, 78% никакого ямочного ремонта не видели и считают, что он нужен, и 22% либо видели ямочный ремонт, либо у них все хорошо во дворах. Вот такая вот статистика, Алан Викторович, на самом деле у вас по дворовым территориям. Господина Булышева в этот раз на оперативном совещании не было. То ли уже забрали его, то ли поехал он смотреть это страшное ДТП, хотя что бы ему там делать, непонятно. В общем, докладывал о ситуации на дорогах Виктор Михайлович Жульков. Бывалый Виктор Михайлович доложил нам бодренько о том, что ДТП на минувшей неделе случилось 82, пострадало в них 98 человек и погибло 16. Отмечу, что в эти 16 не вошли те 6 несчастных, которые погибли буквально за час до начала оперативки. Речь, конечно же, пошла об этом новом кошмарном ДТП, которое случилось уже в этот понедельник. Форд Транзит, принадлежащий компании Уфа-Лайн, в 11 часов утра среди белого дня влетел в КАМАЗ, который находился на дороге Языкова Уфа. Транзит, трасса М5, 1413 километр, КАМАЗ якобы сопровождал дорожных рабочих, которые якобы наносили разметку на дорогу. Но здесь все на самом деле якобы. Мы все еще попытаемся в течение этих суток получить подробности этого страшного ДТП. 6 человек уже зафиксировано погибшими, и 15 человек обратились за медицинской помощью. Из них четверо в крайне тяжелом состоянии. Судя по всему, то есть к 6 погибшим добавится еще какое-то количество мертвых. Хабиров отреагировал на это ДТП очень странно. Помните, когда 4 девушки погибли, что он кричал, как он вопил и как он обещал грызть землю? Кстати говоря, ни руки, ни лицо, ни рот ради Фаритовича не были испачканы землей в этот раз. Хотя прошла неделя с тех пор, как погибли эти 4 девушки, а потом погибли еще много-много людей. 16 в общей сложности, а с учетом вот этих вот шестерых, 22 к моменту вот этой оперативки вчера. Хабиров не был замечен в том, чтобы он что-нибудь делал с землей. Он ее не грыз, не рыл и не ел. Как обычно, обманул. В общем, очень странно он отреагировал. Знаете, что он сказал? Он сказал, что это все оказывается трагическое стечение обстоятельств. Среди бела дня на новеньком автобусе очень опытный водитель врезается в грузовик КАМАЗ. Вопросов в этой ситуации очень много. Во-первых, водителю 27 лет, с чего бы это он был очень опытный. Во-вторых, в компании Уфолайн работает на данный момент, по нашим сведениям, только 8 человек. Официально оформлено. Был ли оформлен водитель? Работал ли он законно? Имел ли он все медицинские справки о свидетельствовании? Кстати говоря, водитель остался жив и, в общем-то, даже не пострадал. Он сейчас арестован. Все ли было правильно оформлено в этой компании? Дальше вопрос к КАМАЗу. Какого черта КАМАЗ с небашкирскими номерами принимал участие в каких-то странных дорожных работах? На кадрах, которые мы видим с места происшествия, во-первых, никакой разметки там нет, о которой говорит Ради Фаридович. Во-вторых, какая там идеальная дорога? Там видно, что поперек дороги огромные трещины. В-третьих, где предупредительная система, которая должна быть при дорожных работах? Заранее выставленные знаки, всевозможные... То есть существует целый ГОСТ, который регламентирует вот это вот, да? То есть особенно М5, красная трасса, все должно быть заблаговременно отмаркировано, чтобы водители любых автомобилей и автотранспортных средств заранее видели, что на дороге идут дорожные работы. Я, честно говоря, там ни одного конуса, предупредительного знака среди всего этого хаоса так и не увидел. Может быть, я плохо смотрел, не знаю. В общем, конечно, вопросов много. Но Хабиров, обратите внимание, уже списал это на трагическое стечение обстоятельств. А это случайно вот это все вот, когда по 22 человека за 8 дней гибнет на дорогах, Радий Фаридович, это случайно не результат ли ваших трудов по обустройству вот этих вот качественных, комфортных дорог Единой России? Это вот не ваши ли результаты, а, Радий Фаридович? Нет, да? И вы тоже теперь не будете краснеть перед президентом, а скажете, Владимир Владимирович, это такое трагическое стечение обстоятельств, что у нас опять тут поумирало народу, как на войне. В общем, конечно, Хабиров продемонстрировал очередной раз степень своего лицемерия. Никакую землю он жрать не собирается, грызть ее тоже не будет. Про девушек позабыли. Тут погибло 6 человек, и что-то мы не слышим визгов на тему там проявите, значит, там, внимание и так далее, и так далее. Таких заданий дано не было главам района. В общем, конечно, мера лицемерия и мера отчаяния Хабирова налицо. Он понимает, что он вот как с экономикой не может справиться, так и с ДТП не может справиться. Где тот Булышев? Давно должен быть уволен с треском в Зашей. Предупреждали же. Какие камеры, к чертовой матери? Не те действия принимаются, предпринимаются властями, чтобы снизить ДТП. Ну, в общем, вот такая вот печальная картинка. И я думаю, что это не конец истории. Я думаю, что все это будет развиваться. Это, к сожалению, будет развиваться, потому что это не случайность, это закономерность. Фарид Рифович Гумеров, который выступал вслед за Жульковым, тоже ничего радостного нам не сообщил. Шесть человек за неделю у него сгорело в пожарах насмерть, 12 человек утонуло в водоемах. Утешает всех Фарид Рифович только тем, что эти цифры ниже, чем показатели прошлого года. Прямо, скажем, так себе отговорочка. Цифры впечатляющие и печальные. Но радость все равно есть у Фарида Рифовича. Он очередной уже, я сбился с счета, какой конвой доставил в ЛНР. Вот доставляет и доставляет еженедельно Фарид Рифович наши с вами материальные ценности этим сепаратистам туда, в ДНР, ЛНР. Что-то ремонтируют, что-то увозят. Теперь туда вот дудко отправили, сейчас они там развернутся. Ужас, конечно. Хабиров, выслушав все вот это, от Гумерова произнес странную фразу. Честно говоря, я вздрогнул. На какое-то мгновение мне показалось, что у нас вместо головы теперь то ли Шариков, то ли мэр Киева Кличко. Но прозвучала фраза примерно так. Если что, там где-то, вот самое главное, держите, пожалуйста. Вот такой совет дал Ради Фаридович Гумерову. То есть, просто держите. Ну ладно. Потом Хабиров почему-то вспомнил про Кашкадан. Опять обратился к Мавлиеву с вопросом, купаемся ли мы теперь в Кашкадане. Мавлиев отчеканил. Так точно, купаемся, лицензия получена, все безопасно, все организовано. Ура. Ой. Ну, вообще с этим Кашкаданом, ладно. Дай бог, как говорится, похолодает и никто там не утонет или не поймает себе какие-нибудь кожные заболевания. Потому что, ну, судя по тому, как это все выглядит, это, конечно, подозрительно все. И лично я, как бы, ну, например, будучи родителем, ни за что бы своим детям не позволил купаться в этом ужасном водоеме. Но, как говорится, дело хозяйское. Далее Хабиров отказался слушать бред про Чаковской. Обещал ей послушать потом когда-нибудь на совещании. Ну, похоже, даже Радий Фаретович устал от этих бессмысленных докладов Елены Анатольевны, от этих повызгиваний, завываний и, собственно, бесконечных повторов. Ее вот эта как бы статистика, вот эти вот ее как бы наблюдения, они, во-первых, абсолютно бесплодны в том смысле, что никаких предложений, никаких рекомендаций, никаких, как бы, ну, выводов из этого не делается. А, во-вторых, я настаиваю все-таки на том, что все это ровным счетом высосано из пальца. И, наконец-то, Радий Фаретович тоже понял, что, ну, тратить время на Прочаковскую точно не нужно. Третьим докладом на оперативном совещании был доклад об оптимизации алгоритмов действий инвесторов и сокращении инвестцикла. Доклад сделал вице-премьер правительства, курирующий экономический блок, Муратов Рустам Хамитович. Собственно, пообещал нам Рустам Хамитович, что к 2025 году на 30% сократится продолжительность инвестцикла, что сейчас, на данный момент, инвестсовет Республики Башкортостан признан лучшим в Российской Федерации, ускоренными темпами идет цифровизация всех сервисов по привлечению инвестиций, и, как пример эффективности действия своих, Рустам Хамитович нам рассказал о том, что, например, процесс подключения к электросетям для инвестообъектов на данный момент снизился со 150 дней до 40. Еще, в принципе, много что рассказывал господин Муратов о том, что он будет оптимизировать или уже оптимизирует, уже понимает, как нужно вот эти алгоритмы улучшить, углубить, ускорить и так далее, и так далее. Но я позволю себе не вдаваться в детали, а порассуждать вот о чем. Собственно, сколько я себя помню, вот столько вопрос упрощения алгоритмов инвестирования занимают власти всех уровней, от региональных до федеральных и межпланетных. И вот уже, пожалуй, как три десятилетия на наших глазах все эти власти, от мала до велика, вот этот его самый алгоритм его оптимизирует. Оптимизирует, оптимизирует уже 30 лет. Ну, смеяться над этим или считать вот это все какой-то серьезной государственной задачей, это дело вкуса, безусловно. Однако, на мой взгляд, вот сейчас, на данном этапе, надо бы задуматься о другом и о более важном. У нас вообще есть эти инвесторы? Они вообще нам светят? И что такое инвестор? Инвестор – это перераспределение денег Ротенбергов внутри страны? Или инвестор – это какой-нибудь венчурный фонд из Тайваня, Нидерландов и, не дай бог, Нью-Йорка? Вот что такое на самом деле инвестор? Инвестор – это когда из кармана в карман переложили? Или когда действительно извне пришли деньги, и когда территория или факторы на этой территории так привлекательны для бизнеса и промышленности, что люди пришли и не побоялись вложить сюда деньги? Наверное, все-таки это риторические вопросы. А вот то, какая у нас перспектива вообще с инвестированием в самой стране и в Башкирии в частности, вот здесь, конечно, большие вопросы. Есть ли еще на планете Земля люди, которые готовы вкладываться, по-настоящему вкладывать свои внешние деньги в путинскую экономику? Вот это вопрос. Есть такие люди вообще? Ну, особенно смелые и отчаянные, кроме бизнесменов батьки Лукашенко, которые бегут от своего батьки сюда, лишь бы спрятаться от него, ну, казалось бы, в более спокойной России, как им представляется. Ну, понятно, что, наверное, на Земле есть более беспокойные места, Гондурас, там, какая-нибудь территория поближе туда, к суда, но еще где-то есть пострашнее места, где деньги хранить еще страшнее, чем в России. Но мы же не на худшее должны ориентироваться, а на лучшее. Так вот, есть ли инвесторы для России, в принципе, вот о чем нужно думать, в первую очередь. Хотя, вопросы инвест-климата, конечно, важны. Четвертым докладчиком был Фазрахманов Илшател Дусович, министр сельского хозяйства. Давненько его не было. Собственно, зачем-то его вытащили доложить о заготовке кормов в Республике Башкортостан. Чувствовалось, что, конечно, на оперативке не хватало спокойных, ровных тем, которые бы не вызывали вопросов на фоне вот этих жутких историй и жутких провалов Хабирова с безопасностью для населения Республики Башкортостан. Видимо, для этого и был вытащен Фазрахманов, который нам рассказал о силосе, сенаже и сене. Собственно, главную стратегическую задачу господин Фазрахманов видит для себя в заготовке кормов на полтора года вперед. Ну, в сезон 22-23 годов 736 тысяч тонн сена, 1 350 000 тонн сенажа и 1 200 000 тонн силоса. Вот столько хочет заготовить Фазрахманов. Собственно, это 27 центнеров вот этого самого корма, сенажа, сена и силоса на единицу крупнорогатого скота. При том, что годовая потребность 17 центнеров. Ну да ладно, каждый раз Фазрахманов собирается заготовить на полтора года и каждый раз у него не получается. Но, тем не менее, Илшат Илдусович с оптимизмом смотрит вдаль. Корма будут заготовлены, урожай зерновых и зернобобовых он обещает рекордный. Но, правда, немножко беспокоит Илшата Илдусовича грядущий дефицит семян, который он предсказывает уже в 2023 году. Ну, действительно, семена в Российской Федерации практически не производятся. Все привозилось из-за рубежа, равно как и яйца инкубаторские тоже привозились из европейских стран и даже США. Ну, теперь, значит, будем сами обходиться. В общем, не знаю, зачем Фазрахманова вытащили на арену. Цыплят, как известно, считают по осени. Вот ему докладывать надо будет в октябре, в сентябре. Собственно, мы знаем, что к осени министр сельского хозяйства как-то у нас сдувается и сникает. Начинает бормотать всякие истории про неурожай, непогоду, заморозки, дожди, изморозь и гололед. Ну, в общем, обязательно находится что-нибудь, что помешало ему в очередной раз на полтора года вперед обеспечиться кормами для скота, либо добиться рекордных урожаев. Завершили оперативку докладом Айбулата Вакиловича Хажина, министра образования. Он рассказал нам о ходе реализации в РБ года модернизации профессионального образования. Ну, как обычно, Айбулат Вакилович с восторгом рассказывал о деньгах. О том, что 100 миллионов рублей ему выделили субсидию на создание профессионального кластера в отрасли машиностроения. Ну, опорным работодателем в этом кластере будет УМПО. И в него, в этот кластер, вошли шесть колледжей. Ишимбайский нефтяной, нефтекамский машиностроительный, стрельтомахский политехнический, туимозинский индустриальный, салаватский индустриальный и уфимский машиностроительный колледжи. 12 мастерских открыл Айбулат Вакилович. К 1 сентября откроет дополнительно к тем 109, которые уже есть. А также появились еще гранты. 30 миллионов для колледжей. Гранты 10 штук для преподавателей по 690 тысяч рублей. И стипендии главы республики Башкортостан. 150 человек их получат. В сумме 4900 рублей. Какие-то профессии исчезают. Их исчезло 4. 6 специальностей исчезли из списка, из перечня специальностей. Но зато появились 14 профессий и 22 специальностей. Об этом нам тоже рассказал Айбулат Хажин. А также рекордные 500 миллионов рублей, выделенные из бюджета на модернизацию колледжей. Но все это слушая, я, конечно, понимаю, что Айбулат Вакилович очень увлечен освоением денежных средств. Ему очень нравится. Вот с результатами как? Айбулат Вакилович, что у вас со школой в Старом Сибае? Она 1 сентября начнет работать? Вот как вам было заявлено. Хабиров обещал уволить и министра образования, и министра строительства, если в Старом Сибае 1 сентября не откроется новая школа. Вот я специально поеду 1 сентября в Старый Сибае смотреть на открытие этой школы и как она откроется. Вот обязательно. В общем, конечно, тоже напрасный какой-то был доклад Хажина. То ли ему надо было как-то немножко отметиться в положительном ключе, потому что уж больно все там как-то странно. То ли еще что-то. Но завершил свой доклад Хажин вообще феерически. Он заявил нам, что колледжи должны стать форпостами на границе республики, которые должны задерживать наших детей в республике. Вот вдумайтесь. То есть Хажин считает, что его колледжи это что-то такое совсем последнее, на что можно надеяться, чтобы детки наши не убегали учиться куда-нибудь совсем далеко-далеко. Как известно, на прошлой неделе там опросы показали, ну сейчас идет вот как бы вступительная кампания в вузы и колледжи и повсюду, да. Опросы показали, что дети придерживаются мнения, что все умные уезжают из Башкирии. Речь идет о абитурентах. И вот Хажин считает, что колледжи станут этими форпостами. Ну натяните колючую проволоку по границам, оно как-то лучше будет работать, чем ваши странные колледжи, которые не пойми куда заманивают детей на работу. Кстати говоря, Хажин и с колледжами сроки промотал и аккуратненько так отметил, что к первому сентября он завершить ремонтные работы не успевает в колледжах и возможно завершит и к первому октября. Ну вот опять же, это вот как про Булышева, да. Долго ждать-то вообще, Радий Фаридович? Вот Булышев вас уже там не знаю как подставил перед президентом с этой смертностью на дорогах. Хажин, значит, школу в Сибае не построит. Ну давайте уже пинки начинайте раздавать этим нерадивым своим министрам. Я не знаю, совпадение это или нет, но уже вторую неделю на оперативке нету Толкачева и вторую неделю подряд Хабиров объявляет закрытую часть оперативки. Видимо, старается посекретничать с коллегами, пока Толкачева нет. Не знаю, вот связаны ли эти события, но секретов, похоже, у Хабирова поднабралось. И поводов в закрытом режиме пообщаться с коллегами у него тоже, судя по всему, хоть отбавляй. Жаль, что мы не слышим и не видим, о чем там идет речь. И, как говорится, прозрачности это нашему правительству не добавляет. Удивительные события разворачиваются вокруг голодовки пайщиков ЖСК Дуслык-Строй. Казалось бы, вчера на стройку прибыл заместитель руководителя комитета по строительству и архитектуре господин Ковшов. Долго и умиротворительно беседовал с дольщиками, после чего он отбыл в правительство и заверил начальству в том, что всего лишь полтора часа беседы с сумасшедшими дали результаты, и голодовка будет прекращена. Ну, подобная трактовка событий до глубины души возмутила самих пайщиков, и голодовка продолжилась. Кроме всего прочего, стало понятно, что то, что предлагал им вчера Ковшов, ну, как минимум смешно. Но Ковшов договорился до того, что он изменит Конституцию и законодательство Российской Федерации через ППК-фонд, только потому, что он видит в этом единственный вариант решения проблемы пайщиков ЖСК Дуслык-Строй. На самом деле решение есть. И вот сегодня мы приехали сюда на голодовку, и дольщики достаточно подробно изложили то, что было за последние дни, и как они видят пути решения этой проблемы. Судя по всему, решение проблемы пайщиков ЖСК Дуслык-Строй уже будет происходить без господина Ковшова, по крайней мере, без его участия. Его абсолютная непригодность для этих процессов, по-моему, очевидна. Первым, кто отозвался на наш, скажем, акт отчаяния, это была прокуратура города, которая нас посетила прямо по месту проведения этой акции. Приходил сам прокурор города, Воронов Сергей Николаевич. Он посмотрел, более того, он назначил встречу с нашими юристами. Итогом встречи стало то, что он способствовал в этот же день встрече и участников акции, и юристов на уровне прокурора Республики Башкортостан. Пантюшин Игорь Станиславович выслушал нас. Встреча с ним длилась два с половиной часа. Там присутствовала тоже группа репортеров. Это все снималось на кинокамеру. Потом брали у нас интервью. Но важно то, что Игорь Станиславович выслушал нас. Обещал нам поддержку, вернее, пообещал личный контроль за проведением следственных действий в отношении недобросовестного застройщика, в том числе Дементьева Геннадия Петровича. Кроме того, сейчас уже реальные действия отозваны прокуратурой. Те жалобы, которые поступали в суды по апелляционной инстанции, то есть те решения, которые были приняты об распаривании постановлений органов дознания, они судами первой инстанции признаны незаконными. И сейчас прокуратура отозвала, соответственно, свои жалобы из судов более высокой инстанции. На этом этапе у нас взаимодействие с прокуратурой. На следующий день, 22 июля, у нас была встреча с руководителем следственного управления, с Чернятьевым, Денисом Николаевичем. Денис Николаевич, у него, конечно, свое видение. Он сказал, что на него не влияют наши акции. Это его дело, это его точка зрения. Но, тем не менее, он согласился с тем, что ему необходимо лично отнестись к тем материалам, которые представлены в отношении ряда лиц, скажем, способствующих Дементьеву. Нас посетил судебный пристав, который считает, что мы нарушили целостность ограждения, на что было указано, что любое ограждение должно иметь как вход, так и выход. Мы здесь проникаем через дыру в соборе, что называется. Через эту дыру в соборе проникают к нам, получается, работники и полиции, и прокуратуры, и медработники, и в том числе работники и кировской администрации. В общем, это, скажем, дорога жизни для нас. Более того, судебный пристав вполне располагает информацией, в курсе, что забор установлен именно кировской администрацией, что судебное решение в отношении застройщика, консервации объекта, установления ограждения и охраны этого объекта так и не исполнено. Абсолютно никаких, получается, действий в отношении застройщика, который обязан был этот объект содержать в недвижащем виде, со стороны судебных приставов не было произведено. Нас навестил представитель органов власти, заместитель министра строительства и архитектуры Ковшов Артем Васильевич. Он говорил много о своих сослугах. Он, видимо, считает подвигом свою работу, те функции, которые он обязан выполнять в силу своих должностных обязанностей. Рассказывал про другие объекты, мы все время ему напоминали, что нас интересует именно наш объект. По нашему объекту он сказал, что других путей решения вопроса о восстановлении прав обманутых дольщиков, как банкротства застройщика, он не видит. На наши доводы, что этой структурой, в которой он работает, ситуация доведена до крайности, мы же пришли сюда не просто так, что сейчас вопрос находится на уровне касационного рассмотрения, что решение, которое принял суд первой инстанции, уже вступило в силу. Он нас заверил, что они направят жалобу в касацию, что они все действия предпримут, чтобы касационная инстанция отменила решение суда первой инстанции и апелляционной инстанции. Но мы понимаем, что воздействие на суды, наверное, у нас суды независимые, и не знаем, какая степень может быть воздействия, и вряд ли это возможно. И когда был задан вопрос, гипотетически, вот все суды мы прошли, и процедура банкротства не выводится. Может ли повторно фонд развития регионов инициировать банкротство недобросовестного застройщика? На что Ковшов нас заверил, что они могут и закон переписать, и конституцию переписать, для того, чтобы была возможность повторного рассмотрения вопроса о введении процедуры банкротства. Я не знаю, насколько компетентны госчиновники такого уровня, но на протяжении двух с половиной лет нас Ковшов заверял, что банкротства застройщика не должно быть, что восстановление прав обманутых дочек возможно только через банкротство ЖСК Дуслый в строй. После того, как все-таки, видимо, прочитав закон, он понял, а может быть, ему разъяснили в фонде развития регионов, что законы у нас не переписываются под кого-то индивидуально, пишутся для всех, и они едины для всех, что решение и восстановление прав обманутых дочек возможно только через процедуру банкротства застройщика. Поэтому мы предлагаем конкретные шаги по определению статуса, что такое РОФ луч, что упорно не делается. Мы предлагаем провести проверку, которую Ковшов, возглавляя Министерство строительства и архитектуры, должен был проводить ежеквартально. Хорошо, пусть он работает последние пять лет. За пять лет это 20 проверок, четыре раза в год. Ни одной проверки нет. Нет ни одного документа, и Минстрой не озаботился представить в суд какой-либо документ, свидетельствующий о том, кто строил, на чьи денежные средства строили, чьими силами, какие финансовые средства привлечены, сколько израсходовано, сколько украдено. Нас возмущает ситуация, когда мы предоставляем найденные нами протоколы госстроя 2013, 2014, 2015 года, в которых Дементьев открыто заявляет в присутствии всех участвующих 15-17 человек, что он отвлек порядка 120 миллионов рублей на другой объект. То есть лицо застройщик, контролирующий движение денежных средств, обязавшееся использовать их только целевым назначением, открыто в присутствии госструктур, заявляет, что он отвлек, по сути, читай, украл, никакой реакции не со стороны госстроя, никакой реакции не со стороны правоохранителей. А не есть эти документы в арбитражном деле? Что делает с 2013 года госстрой, зная, что деньги отвлечены? Да ничего не делает, он скрывает этот факт. Это что? Это вопиющее безобразие. То есть мы видим, естественно, основной путь это банкротство застройщика для завершения строительства нашего дома. И в этом плане ни республика, ни город, который должен был по договору, заключенную с тем же Дементьевым, он заключил на минуточку 10 договоров, получить весь объект в собственность. Город должен был получить, даже не мы. Он строил одновременно, даже оформив все в собственность, свою собственность, РОФ-Луч. Он строил еще ряду предприятий. Этому факту тоже не дает никто оценку. Почему? Почему это происходит? И где интересы государства? Где интересы закона? Почему не платились налоги? Почему не выплачен НДС? Почему не существует никакой отчетности у Луча? Почему мы до сих пор не знаем, кто строил, каким способом и так далее? Мы именно эти вопросы ставили. А следующий вопрос, на который должен ответить нам госстрой, являясь регулятором на этом рынке, каким образом он будет выполнять указ Путина для восстановления наших прав обманутых дольщиков. Ведь это он регулировал это 15 лет. При нормативном сроке строительства 9,5 месяцев дом не строится 15 лет. Это куда дело годится? Судьи, рассмотрев дело, вдруг прислушались к голословным утверждением самого Дементьева, который говорит, а я, знаете, у меня нет ни ресурсов, ни строительных, ничего не могу делать, ни сил, ни денежных средств. Поэтому я перепоручил строительство какому-то заказчику. Заказчик фактически является кто? Это ООО «Энерготек-сервис», состоящий из одного человека. Осудили, да. Но ведь организатор строительства, который не организовал производство вот этого всего, будем говорить, процесса строительства, никто даже не привлек никакой ответственности. Единственный раз его привлекли, об этом мы уже говорили, привлекли за счет, будем говорить, исков Кировской прокуратуры к ответственности за то, чтобы он остановил ограждение. Он не исполнил это решение, его привлекли к уголовной ответственности по 315 статье за злостное неисполнение этого, будем говорить, решения. И за все, что он натворил, он понес, будем говорить, наказание в размере 10 тысяч рублей. Его даже, в отношении его, даже прекратили уголовное дело. Через некоторое время появился Дементьев, который написал заявление в ОП-9 о том, что мы якобы заняли его, принадлежащий ему объект. По этому поводу я могу пояснить следующее, что этот объект, была попытка Дементьева похитить этот объект у нас. И мы в течение нескольких лет, пройдя все этапы, все уровни судов, все-таки отстояли, что этот объект сейчас зарегистрирован на ЖСК Дуслэкстрой. Мы, конечно, его встречали не с левым солью, правоохранителям мы объяснили, кто такой Дементьев, что объект принадлежит нам и что, в принципе, это его ложный донос на нас. По итогам мы обратились, опять же, в ОП-9, написали на него заявление о том, что он в Торпсе на нашу территорию, на нашу собственность. И, соответственно, обратились мы и в прокуратуру района, чтобы те тоже были в курсе. Я простой человек, простой гражданин республики. И я выбирал эту власть, которая нами правит. Я плачу налоги на то, чтобы функционировали все государственные органы, власти, в интересах людей. А мои интересы, грубо говоря, попираются. Вот сейчас все подробно вам рассказали. Я уже потерял нить, как там развивались события, хотя я привык отслеживать многое в своей жизни. Самое главное, скажите нам, власть, когда будут наши квартиры, когда будет решен вопрос, когда кончатся все эти проволочки, когда местные князьки прекратят забалтывать проблему, не дают ходу. Один сидит в Следственном комитете, другой сидит в Министерстве. Как хочу, так и врачу. Где у нас президент республики, наконец? Когда будет восстановлен порядок? Я являюсь, у меня онкоболезнь, четвертая стадия. Я тоже присоединяюсь к этой же группе. Тоже буду голодавать. Можно мне это, нельзя, мне деваться некуда уже. Надеяться на нашу власть, как только товарищи сказали, что на него уже надеяться просто никак нельзя. Мало того, что на нас глава республики не обращает внимания, что это до Путина дойти, что ли? Может, Путин обратит внимание? Я смотрю на это, я просто, понимаете, у меня эмоции переполняют, глядя на то беззаконие, ту безответственность у наших властей, которые в настоящее время происходят. Вот сейчас идет страшно, президент решает глобальный вопрос по спасению России, фактически. Мы, люди, поддерживаем. Он делает все, чтобы вот такие, как мы, наконец, продолжали верить в него. Что делает наша власть? Она делает все, чтобы вот эти сотни людей уже стали не уважать нашего президента. Этого они хотят. И прокуратура, и Следственный комитет, про МВД не говорю, там вообще продажные все, про власть там этот... Не место красит человека, а человек место. и смотрят на нас, как будто какие-то, это уже пенсионные, может быть, женщины. Да, Ковшок нас считает старой, говорит, старой маразматички, что ли? Да. Так, что ли? Вы представляете, это уровень замминистра. Это уровень, да, замминистра. Это что за дифференциация людей? Или они ждут, когда мы вымремся? Да, мы что погасли? Насколько человек... И считает, что мы понимаем, что он... Не понимаем, что это болтология, что он фактически на протяжении пяти лет нас водит по кругу. Если раньше он... Он перекрасился, он сейчас не изображает себя, из себя вот этого Дементьевского сателлита. Он сейчас просто сам говорит Дементьев, а я-яй, плохой. А когда на совещаниях он нас ставил в условия, вот я заведу своего застройщика, а вы отзовите все иски к Дементьеву. Это что? Это разве не пособие... Это в открытую говорили? Да, в открытую. Замминистра. При этом, девчонки попивают, яблочки поедают. Это поведение у чиновника, скажем, высокого уровня. Это безобразие. Мы об этом писали и будем писать. Такой чиновник не должен сидеть во власти. Такой чиновник должен ответить за свои действия. Пять лет. Пять лет неэффективной работы. У нас 14 дочек сейчас похоронено. 14 дочек, которые в настоящее время не дожили. Кто-то оформляет уже наследование, там наследники. То есть вот у нас сейчас в настоящее время на подходе еще одна дочица в 21 больнице, участница войны. Ей 93 года. Вот сейчас ее дочь, она готова к нашей акции присоединиться. Она не может, потому что она сейчас находится со своей тяжелобольной матерью. сама эта дочица, это Назира Гумерна Латыпова, она является заслуженным педагогом в республике Башкортостан. Но какие еще должны быть регалии? Но какие еще должны быть у людей заслуги для того, чтобы власть повернулась к нам лицом? А мы не видим никакой роли. Роли никакой нет. Мы не видим никакой роли. Отстранился. Нет, роль, наверное, есть. Того же Ковшова, наверное, назначает и контролирует. Но, к сожалению, мы этого не видим. Мы видим только роль Хабирова в том, что в настоящее время с нами общается неэффективный ковшов, который просто занимается болтологией, враньем и, в общем-то, дискредитацией власти. Если устраивает главу республики вот такие чиновники, то он может продолжать также работать и общаться с нами. Если нет, если он хочет свой престиж все-таки поднять, то, наверное, ему нужно менять исполнителей на более квалифицированных, но самое главное, что более порядочных и честных, относящихся к людям, как к людям. Их и тихо, и тихо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok